Вся моя семья большая переехала в Петелина. Дети учатся в школе в Поповке, бассейн на Власиху, музыкальная школа в Агенцове. Очень тяжело было. Это часами стояли. Таких историй на переезде в Жаворонках можно собрать несколько томов. И немудрено, ежедневно здесь проходят около сотни поездов. Пока электрички проносятся с ветерком, автомобилисты стоят в пробках. Но, кажется, у этой эпопеи счастливый конец. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин открыли движение по новому путепроводу. Строительство объекта началось в ноябре 2019 года. Это действительно очень долгожданное событие. Это совершенно новое восприятие жизни и качество жизни. Конечно. Вот сколько примерно экономии времени составит после открытия эстакады? Ну, я думаю, как минимум в день это будет два часа экономия. То есть это туда и обратно. То есть порой мы проставим по 50-40 минут. Но это действительно очень тяжело. Двухполосная эстакада в районе Жаворонок длиной всего 561 метр позволит сократить время в пути с 50 минут до одной. Это часть совместного проекта Подмосковья и столицы. Соединительная трасса от Киевского шоссе до Минского и Можайского. Достаточно, казалось бы, небольшой объект, но очень важный, потому что, как я уже сказал, он соединяет несколько магистралей вылетных. Можайку, Минку, Киевку. Ну и дальше мы по своей программе идем уже до Калушки и, по сути дела, выходим на Баршавское шоссе. На этом изменения дорожной инфраструктуры Жаворонок не заканчиваются. Преобразились и прилегающие к новому путепроводу улицы. Отремонтировали более двух километров дорожного полотна. А в декабре прошлого года запустили движение по двум разворотным эстакадам на Можайском шоссе. Перемены затронули около 20 тысяч жителей Жаворонок и соседних с ними населенных пунктов. Такие переезды просто делают жизнь огромного количества людей комфортнее. Стоять по часу, по полтора возле закрытого шлагбаума точно хорошо на настроение не влияет. Люди опаздывают, испытывают сложности. Поэтому большая президентская программа. Здесь Сергей Семенович активно помогал с этим переездом. Он не первый и не последний. Мы на территории Московской области реализуем сейчас 27 проектов в разных совершенно частях Московской области. Реализация большого дорожного проекта продолжается. Во втором квартале текущего года по плану завершится строительство развязки на пересечении Можайского и 2-го Успенского шоссе, переустройство инженерных сетей и установка шумозащитных экранов. Работа ведется с опережением графика на 18 месяцев.